Встретили жители муниципалитета тройной праздник – День России, День Северского района и 154-ю годовщину заселения станицы Северской. 154 года назад 700 запорожцев-переселенцев во главе с их будущим атаманом Григорием Воликом в 1864 году прибыли на постоянное место жительства между Ильем и Шепшем. Поначалу образовавшаяся станица насчитывала всего 10 срубленных хат и 8 землянок, а уже через год 173 двора и около тысячи жителей. И вот нынешний Северский парк культуры и отдыха имени Пушкина превратился в огромную сцену для грандиозного театрализованного представления. Пусть будет мир, пусть наша Россия хорошеет из года в год, а мы все вместе, как единая семья, будем прославлять наш Северский район, нашу великую Россию. С праздником, дорогие земляки! Но мы должны постараться, чтобы наша жизнь стала лучше, чтобы было мирное небо до нашей головы, чтобы вы были здоровы, чтобы наши дети помнили историю своей родины, своих предков. С праздником вас! Для всех присутствующих организовали экскурсию из 30-х годов прошлого века в современность. Участников и гостей праздника встречали постреволюционные реалии – плакаты, агитаторы и газетчики. Нам понравился период времени, который выбран для данного праздника. Как красиво люди одеты. Мы люди молодые, пенсионеры. Нам очень понравилось то, что как будто мы вернули свою молодость. Поздравляем всех жителей Северского и не только Северского с таким красивым праздником. Как красиво здесь в парке! На аллеях парка открылись презентации диаспор, ярмарки декоративно-прикладного и художественного творчества, экспозиции образования Краснодарского краевого колледжа культуры. Все желающие могли ознакомиться с открытой инсталляцией Северского историко-краеведческого музея и находками поисковых отрядов. Увлекательную программу подготовили и для маленьких гостей – мастер-классы, театрализованные сказки и аттракционы. Замечательная атмосфера старается с самого утра. Люди движут с семьями, бабушки, дедушки. Всем все нравится, только положительные эмоции. Праздник очень интересный. Интересно выбрана тема, мероприятие. Люди, я думаю, в восторге. Необычно для Северской. Окунулись назад в 30-е и 40-е. Улыбки на лицах, старинные обряды, дегустация блюд. В парке словно раскинулась разноцветная скатерть-самобранка. А традиционный фестиваль «Венок дружбы» познакомил с богатой и разноликой культурой великой и могучей страны. Гуляния продолжились вечерней программой на площади перед районной администрацией. В этот день летопись Северского района пополнилась именами тех, чьи жизненный путь является примером для нас всех. Людей, которые своим трудом и неустанным патриотизмом показывают нам, куда двигаться дальше. Медалью за вклад в развитие Северского района наградили первого секретаря Северского райкома КПСС Виктора Пономарева. Звание «Почетный гражданин Северского района» удостоились 7 человек. На протяжении всего вечера на сцене выступали творческие коллективы Северского района и профессиональные коллективы города Краснодара. Маги, маги, красные маги, горькая память земли, неужели вам снятся атаки, неужели вам снятся атаки, тех, кто с этих холмов не пришли. Маги, маги, красные маги, красные маги, красные маги. Праздничный день завершился салютом. Каждый залп гости и хозяева торжества встречали ликованием и еще долго не спешили покидать площадь любой станцем цветных огоньков. Гуляй, станица. Праздник, посвященный и большой, и малой родине, 12 июня отметила станица Азовская. В сквере у Дома культуры с самого утра шли народные гуляния и развлекательная программа. Со сцены звучали прекрасные песни, прямо на улице развернулась выставка декоративно-прикладного искусства, а специально для детей работали аттракционы. Ну и какой же праздник без гостей, а встречают гостей азовчане, как полагается, хлебом с солью и залихватскими казачьими песнями. Не найти в России легать, благодать не края. Ой, губань, кормилица, ой, губань, красавица, сердцу дорогая. Ой, губань, кормилица, ой, губань, красавица, сердцу дорогая. Главное богатство России – это люди. Те, кто живет на русской земле и каждый день стараются делать свою страну лучше. Председатель Совета муниципального образования «Северский район» Василий Попандополо приехал поздравить станичников с большим праздником. Сегодня праздник – это праздник ваш, потому что вы – это то, что есть сегодня в России. Вы – это та гордость, честь, достоинство и то, на примере, кого мы будем воспитывать нашу детвору. Я хотел бы сегодня, в этот праздник, подчеркнуто и искренне сказать вам огромное спасибо. Я хотел бы пожелать вам всем мира, добра и уюта в ваших семьях и домах. Я хотел бы сказать, что мы гордимся вами, и мы стремимся, чтобы эта гордость наша распространялась на всю нашу большую и необъятную родину. Причин для гордости у азовчан довольно много. Станица с каждым годом развивается и достигает все новых и новых высот, как и ее жители. Для всех присутствовавших на родной сцене выступила Александра Панкратова, финалистка международного телевизионного проекта «Ты супер», прославившая Станицу Азовскую не только по всей России, но и за ее пределами. Не обошлось и без подарков. От лица казачества и администрации поселения активу Станицы были вручены благодарственные письма за особый вклад в развитие поселения. Житель Станицы Азовской, ветеран Великой Отечественной войны Пинской Виктор Григорьевич награжден медалью за вклад в развитие Северского района. В завершение официальной части празднования Станичники выпустили в небо шары цвета российского триколора, как символ светлых и добрых надежд и благородных устремлений, которые ведут их только вперед. В феврале телерадиокомпания «Атаман» рассказывала о страшном несчастье, случившемся несколько лет назад в семье Шамрай из поселка Ильского. Владимир Шамрай, работая на стройке, получил серьезнейшую травму – перелом позвоночника. Больше года мужчина был прикован к постели, и его родственникам пришлось стучаться во многие двери, чтобы решить проблему приобретения необходимых лежачим больному устройств и предметов. Облегчить жизнь инвалида помогли специальные коляски и другие приспособления, приобретенные благодаря помощи депутата Государственной думы Владимира Сенеговского. Также улучшить состояние больного помог курс мануальной терапии и курсы лечения в реабилитационном центре для инвалидов в станице Выселки. На данный момент Владимир выполняет физические упражнения и гимнастику на специальных тренажерах, которые используются для лечения и реабилитации в домашних условиях. Но этих мер явно недостаточно для восстановления. К сожалению, у обычной рядовой семьи с очень скромным доходом нет возможности ездить в специализированные центры, а Владимиру крайне необходим. 24-дневный курс лечения, специализированный на спинальном санатории имени академика Бурденко. Стоимость курса около 120 тысяч рублей. У меня сын инвалид первой группы. Два года как он не ходит. Но мы лечим, стараемся. Но ему нужна срочная реабилитация в Крыму в санатории имени Бурденко. Прошу вас очень, помогите мне. Санаторий Бурденко – один из немногих центров, который имеет возможность лечения инвалидов с нарушением функции ходьбы третьей степени и с нарушением функции самообслуживания. Родные продолжают верить, что Владимир начнет ходить. Владимир проявил настоящую силу воли и выдержку, не упав духом в такой тяжелой ситуации. Такая жизненная позиция вызывает искреннее уважение и естественное желание помочь поддержать человека в его борьбе за здоровье. Мы обращаемся к каждому доброму и неравнодушному человеку к чужой боли, к чужой жизненной сложной ситуации и просим о помощи. Просим потому, что кто, если не мы, поддержим другого, кто уже не в силах бороться в одиночку и справляться с ударами судьбы. День России и День Северского района отметились не только яркими мероприятиями и народными гуляниями. В честь праздника на Северском стадионе Олим прошло открытое первенство Северского района по пляжному волейболу среди спортсменов 2004-2005 годов рождения и младше. За звание сильнейших боролись 8 мужских и 10 женских команд. Пляжный волейбол требует от игроков большей выносливости в сравнении с традиционным волейболом, поскольку на песке спортсменам приходится чаще совершать прыжки и рывки, а матчи иногда проходят при неблагоприятных погодных условиях. Установившаяся жаркая погода не побешала волейболистам продемонстрировать настоящую игру. Музыка 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 Музыка